Разрешите вас поприветствовать, уважаемые подписчики и зрители канала, меня зовут Джон Раравис, и мы продолжаем играть в игру War Эпоха Металла. В предыдущей серии нам удалось добраться до кабинета главного банкира, насколько я понял это из комментариев. В банке происходят кое-какие перемены. Дело в том, что мы в прошлой серии наткнулись на записки клерков о том, что здесь будет меняться руководство. И эти клерки собираются устроить небольшую диверсию, но хотят больше денег. Все в банке хотят больше денег. Давайте посмотрим. Спасибо, дорогие коллеги-банкиры, за то, что пришли сюда сегодня, и спасибо тебе, дядя Тайлер, за то, что выбрал меня в качестве того, кто займет пост главного банкира. Потому что он знает, как и все вы, что я лучшим образом буду работать на этой работе, и что в моих заботливых руках Первый городской банки Траст будет все более улучшать свое выдающееся положение и богатство города. Наши драгоценные клиенты продолжают наполнять наши сейфы их богатствами, которые мы используем для улучшения большей прибыли, чтобы улучшить наши заработки и наши услуги для наших клиентов, которые всегда улучшаются. Вот все это должно быть нашей настоящей целью, и мы все должны продолжать сосредотачивать внимание на важное для нашего банка вопросах, которые являются нашими целями. Зарабатывать деньги и угождать клиентам. Ну, неплохо. Очень неплохо. Конечно, нет. Я шучу. Это просто ужасная речь. Это просто самая отвратительная речь, которую я когда-либо слышал. Я понимаю то, что, судя из тех записок, которые мы прочитали, абсолютно каждый клерк в этом банке знает, что они работают ради денег, и чем больше денег, тем лучше. Но даже они, наверное, понимают, что когда им это в лицо тычут, это не самый приятный комплимент, скажем так. Ой, о чем-то я вообще говорю. Я, как всегда, вот как обычно, начинает что-то происходить. Что-то найду и начинаю про это трындеть и трындеть. Подносы. Я думал золотой, серебряный. О, мины! Это хорошо. Как раз для этих железяк. Бочки со взрывной жидкостью. Я не смогу здесь пройти, если не отключу систему безопасности. Ммм, точно. Главное, зала. Да, мне написали в комментариях, что нам необходимо идти на третий этаж, чтобы выключить систему безопасности. Что, безусловно, благоприятно скажется на нашем расположении здесь. Поэтому давайте этим займемся. Так, нужно поставить таймер. Я совсем забыл про время. Сто процентов мы сюда не попадем. Нет. 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 Но я должен был проверить вдруг. Нет, сюда и тот ключ не подходит. Интересно, что там. Там, наверное, личные богатства главного банкира. Я думал, зомби. Что такое? Что с тобой? А, мы здесь уже были только с другой стороны. Комната охраны. Вот она. Вот тут хранилище. Но нам туда смысла нет никакого идти, потому что мы еще не выключили систему безопасности. Нам нужно на третий этаж. На третий этаж ведет только вот эта лестница. Похоже на то. А, нет, есть еще одна. Смотри-ка. Ладно, давайте проверим эту, а потом пойдем сюда. В принципе, мы уже здесь были. Так что... Хотя нет. Это же лестница, которая с первого этажа нас привела на второй. Ладно, пойдем к этой центральной лестнице. Нам, значит, нужно пойти назад. Пройти по прямой и налево. Фатпотом. В предыдущей серии один из охранников упомянул эту фамилию. Довольно смешно переводится с английского языка. Жирный зап. Фатпотом. Так, налево. Так, мне сказали, что можно их уничтожить при помощи огненных стрел. Вот эту штуку. Давайте попробуем это сделать. Шуму, конечно, мы подняли. Смотри, я тебя найду. О-о-о. Кажется, в здании пробрался враг. Похоже, не стоило этого делать. Вот что это загрузится. Хорошо, вроде ушел. Что здесь? А, вот оно. Нельзя пить так много кофе по утрам. Он плохо действует на нервы. Ой, а что он так быстро ходит? Ой, мама, он сюда идет. Так, я, похоже, что-то плохое сделал, да? Ладно. Ладно. Слишком много механизмов и охранников. Но мне нужно подняться на третий этаж. Как же это сделать? Так, отлично. Сейчас будет момент, когда мы сможем пробраться. Он уйдет вниз. Мы в этот момент пройдем. По-моему, это тень движется. А, все спокойно. Должна быть, это крыса. Тихо, 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 тихо. Так. Наверное, это просто сквозняк. Давай, давай же, быстрее. Вперед, скорей. Что-то там было. Что ж ты застрял, Гаррет? Я тебя слышу. Гаррет, прячься. Да вроде ничего нет. Отлично. Думаю, можно сохраниться. Давайте отсюда как можно подальше уйдем, чтобы они думали, что это просто сон. О-о-о. Фух, повезло. Хорошо. Я не знаю, правда ли что. Ты выезжаешь от него. Что ж с дверью? Что с дверью? Довольно странно. Необычно. Окей, хорошо. Вроде дела налаживаются. И мы на третьем этаже. По-моему, это здорово. Понравилось мне, как мы сработали. Прямо как спецназ. И что ты выезжаешь от сюда. Пока закроем. Тихо. Я думаю, есть возможность. Когда он отвернется, я сейчас под него встану. Дождусь, когда он посмотрит в другую сторону и пробегу. Забавно. Забавно. Вперед. Ух. Ладно. Спокойно. Тихо. у меня же есть глаз почему я им не пользуюсь здесь раз камера два камера и охранник ходит мне нужно вон туда в тот проем сейчас контору службу безопасности прекрасно есть кто нибудь давайте проверим вроде бы все неплохо разбросал тут свои глаза и повсюду понимаешь вроде чисто тихонечку стал статуй забыть потом свой глаз забрать ох не нравятся мне эти статуи помните в при в первой части были проблемы со статуей мне кажется что сейчас будет то же самое нет это в принципе было предсказуемо так а вот оно что и как раз вот для таких как я который вдоль стен только любит двигаться о в а ну х х Субтитры сделал DimaTorzok Так, что это у нас тут? Контора службы безопасности Сюда Так, этот приятель, похоже, возвращается Сколько их, интересно, здесь ходит Они всегда обманывали А я простодушно им верил Наверное, сейчас они надо мной смеются Прямо за моей спиной Так, мне нужно вон в ту дверь Может, он собирался пройти Кстати, а мы традицию-то выполнили? Я уже на фоне всего этого подзабыл Кто там прячется в темноте? Окей, мне пришлось здесь прождать довольно долгое время Я потушил здесь факел В прошлый раз я попробовал догнать этого охранника И оглушить его Но у меня Это не очень хорошо получилось Так, дверь закрыта Это очень плохо Ключ подходит Отлично Мы зашли Это свет включает Хорошо, мы зашли в комнату охраны Насколько мне понятно Контора охранных систем От брата Ордхэма Из ордена механистов Дневной порт Angel Watch Капитану Булофу Охрана Первого городского банка и траста Это северный квартал Дворянский бульвар 100 Капитан Булоф Факт Надежность твоего банка вдвое Нет В десятеро возросла по сравнению с предыдущим А, понял Надежность твоего банка вдвое Нет, в десятеро возросла по сравнению с предыдущими месяцами Но платишь ты ныне куда меньше количества охранников людей За несовершенные их усилия Обязаны этим фактом нам Ибо мы орден механистов Истинно верим в щедрость и благородство Тем паче, когда это открывает глаза обывателям На ценности наших великолепных нововведений Даже если ситуация не способствует взаимной выгоде В силу уже сказанного великое страдание Причинило мне прочтение того, что Веришь ты, будто уровень охраны банка в настоящее время является застаточным Для плана, что обрисовываю я тебе Несомненно требуется больше охранных машин И гораздо большая тщательность в дислокации Нежели то, что есть у тебя ныне Мы, орден механистов Механистов Почувствуем достаточную уверенность В безопасности наших ценностей Только когда ни одного человека Не будет на службе банка для этой цели В частности, мы продолжим В частности, ты продолжаешь протестовать Против предложенных изменений Касающихся двери хранилища Так что теперь я уделю время тому Чтобы дать тебе наиболее полное объяснение Почему должна она быть заменена Как было установлено прежде Нынешний твой замок с частным механизмом Несет в себе риск для безопасности Ибо находится вне хранилища Установив его таким образом Хаммеритые избрали компромиссное обеспечение безопасности Ибо невозможно будет снова открыть хранилище В случае, если замок протерпит какую-либо поломку Однако инженерное искусство механистов Много превосходит искусство молотов И потому у нашего частного замка Часового замка Масса резервных механистов Любой из... Я не могу это читать Это просто очень... Длинные предложения Они меня просто сбивают с толку Любой из которых может послужить Открытию твоей двери в хранилище Если все это слишком сложно для тебя Просто пойми следующее На сей момент невозможно манипулировать замком Дабы добиться открытия хранилища вне расписания У нового замка не будет столь прискорбного изъяна И следовательно не будет шанса на критический сбой механизма В течение месяца мы пошлем в твой бан команду инженеров Дабы улучшить часовой замок И произвести осмотр размещения твоих охранных механизмов Я рассчитываю, что больше разногласия не будет Твои патроны и администраторы без сомнения будут довольны улучшением безопасности Сектанты Распихали тут своих железяк, понимаешь ли Надо было не подрывать тут все-таки штуку Так бы больше уязвили бы механистов Мол, все на месте, все работает А вложений нет Так, хорошо Куда нам надо идти дальше Управление камерами в вестибюле Давайте посмотрим, что здесь еще есть Меня так и подманивает попросить капитана Блуфа не слушать начальства и выдать сполна этому распроклятому брату Артхому то, что он... На то, что он... на что он напрашивается Недальновидность, а капитан Блуф только слушал да и кивал За те 6 лет, что я тут работаю, не было ни одного проникновения через систему охраны Недальновидность, ага, как же Вообще-то, на самом деле, если бы здесь было больше охранников и меньше этих глупых механизмов, наверное, городу было бы не совсем удачно залазить в этот банк Потому что нас бы точно поймали Но механизмы можно отключить Да и людей, в принципе, тоже Ам... Джеки, что с тобой? Похоже, тут кто-то повеселился О, мама Ой, мама О, мама Ай Хотел продемонстрировать, как Можно отключить Человеческую систему безопасности Я не знаю Это было упоро-то Маленький Металлический Вот так вот тебе Отдыхайте Вот, собственно говоря, я и продемонстрировал, как можно все это отключить Сейчас мы спустимся в вестибюль Это будет довольно длинная серия Но, по крайней мере, мы закончим эту миссию Странные звуки Какого стоять? Ой, мама Я порну тебя на части Отдыхай, приятель Так, мы там уже были Нет, вот так вот Фух Кто потом скажет, что мы непрофессионалы А? Посмотри на эту Груду железа Хорошо Так, теперь нам нужно попасть в вестибюль Чтобы зайти в хранилище Серьезно? Так, мы сейчас Так, хранилище же здесь Зачем нам? Нужно было вырубать вестибюль Я не совсем Конечно, понимаю Давайте двигаться в сторону хранилища А чтобы это сделать, нам надо Пойти через комнату охраны Хорошо Что это такое? В последнее время я частенько задумывался Отчего главный банкер Талер Находился в таком расположении духа Часто он приходил поздно Или вообще не приходит Настерял свою былую живость Уже несколько недель Он, похоже, чахнет и хандрит И совсем упал духом Хотя он уже прожил лучшую часть жизни К его карьере это не относится Со временем он мог бы достичь Очередной вершины власти и богатства Поначалу я думал, что он в отчаянии Из-за того, что банк не смог Уловить ветер экономических перемен в городе Так чутко, как могло бы быть Те перемены отмечают благоприятные возможности Для получения богатства Которое мы упустили Ой, толстой я Я думаю, возможно, мастер Талер Ошибочно взял на себя эту ношу И винит себя в нерадивости Но теперь я боюсь, что его положение еще хуже Что какие-то невзгоды свалились на него Или его семью Интересно О, извините, мистер Мерлин Я не знал, что вы будете работать так поздно Конечно Как по-твоему тупица Я могу закончить работать с бумагами Ротшильда С помощью волшебной палочки, что ли Сэр Нам не сообщили, что кто-то из банкиров Останется работать в офисе в такое время О, правда Это просто прекрасно Пожалуйста, расскажите мне более подробно Об обязанностях охраны Хм Вы знаете о смене караула? Хм Убирайся из моего кабинета Хм О, тихо Давай, давай Откройся Поддайся Нужно Есть Грустный кабинет на самом деле Как проходной двор Без окон Хорошо Ух ты А что здесь есть? Ничего, кроме проблем Давай туда не будем ходить пока Охранник идет Отдыхай Так, не получается Ай Хорошо Теперь здесь более свободно Давайте изучим этот регион Где мы сейчас находимся? Мы находимся здесь Все дальше и дальше от хранилища Я смотрю Нет Я все-таки не научился играть на этой штуке Это ты? А, все успокоит Должна быть это крыса Что? И это все, что Я что, сюда зря шел? Потратил водяную стрелу на вот это? Ладно Нужно нажать на ту кнопочку Отлично Фух, куда же я иду, а? Когда же я доберусь до хранилища? Хорошо Вот мы и вернулись Кабинет у главного банкира Или нет? Да Нам нужно идти через комнату охраны Так, а как мне избавиться от этого охранника? Тут приятель не то, что не отворачивается Ладно Система безопасности вестибюлю отключена Я думаю, таким образом мы можем выбраться наружу Но нам все равно предстоит добраться до хранилища Ладно, давайте на этом закончим эту серию В принципе, она получилась довольно долгой В следующей серии мы, думаю, закончим уже с этой миссией Заберем то, что нам нужно из хранилища И тихонечко свалим Вот как раз таки через парадную дверь Будет просто замечательно Потому что здесь можно использовать веревочную стрелу Ну что ж, хорошо Получилась довольно тягомотная серия Но надеюсь, вам до сих пор нравятся мои прохождения Подписывайтесь на канал Оставляйте свои комментарии Всем всего хорошего Всем пока